Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Все характерно то, что было в 2015 году, переходит на 2016 год. Отдельные нюансы коснулись изменений в бюджетный кодекс и налоговый кодекс. Это касаемо единых нормативов по подоходному налогу и налогу на прибыль для бюджета базового уровня, определенных участников формирования этих доходных источников. Мы это все отразили в плане регулирования. Все бюджеты забалансированы в этой связи как собственными доходами, так и дотацией из областного бюджета. Амаля сразу после расследования проекта бюджета в области на посередине обалвыканкама отбылась 14-я сессия областного совета, на какой документ был затвержден депутатами. А кроме этого, на парадку дня прогнозные показчики социально-экономичного развития в области на наступный год. До пяти звыклых, таких як экспорт товаров и послух, валовый региональный продукт, продукционность працы и промые замежные инвестиции добавлены два новые. Одной из головных задач для мясовых улад в 2016 году станет створение новых прационных местов. Необходный минимум – 2300. Зробить это плануется праз приватный сектор экономики, а так само заявление новых вытворших участков на буйных предприемствах. Другий новый показчик – инвестиции у основный капитал за кошт замежных крыльниц. Имеется в виду не только поступление иностранных инвестиций от самих инвесторов, но и иностранные кредиты, которые будут брать наши предприятия. То есть подразумевается, что сегодня бюджет в связи с тем, что он все-таки ограничен, будет использоваться в первую очередь на инфраструктурные и эссенциальные проекты, а уже реальный сектор экономики из-за неименее необходимого количества собственных средств будет использоваться в основном иностранные деньги. У Гомельским облаконками реально оценивают экономичную ситуацию. А доходящий год в связи с усветным крызисом был непростым. Прогноз на 2016-е больше оптимистичный, однако резкого изменения показчиков у лепший бок никто не обещает. Усе с минимальным ростом. Валовый региональный продукт – 100,4%. Продукционность працы – 101,6%. Больше оптимистично выглядят экспорт товаров. Тут прогноз – 105%. Кировничество облаконками было выполнено, что можно выполнить и даже первое выполнить экономичные показчики, если с максимальной эффективностью использовать все существующие в регионе ресурсы. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Министр працы и социальной обороны Беларуси Марияна Шоткина сегодня наведала открытое акционерное товариство «Салея Гомель». Было и гидроприво, изменяю власника, назву и вошел в склад холдингу «Салея» в минулом году. Зараз предприемство переживает серьезную модернизацию. Министр ознайомился с вытворчестью и сострелился с коллективом. С пыжуцей гидравличного обсталявания, якой вырабляются на «Салея Гомель» гиганты беларусского машинобудования – МТЗ, Гомсельмашем, Кадор и иншие. Переосношение вытворчести на предприемстве началось в 4 квартале 2014-го. Иногда один момент модернизация подходит до завершения. Уведение эксплуатации нового обсталявания позволило снизить выдатки, повысить якость и повеличить номенклатуру выпускаемой продукции. Больше, с какой, дороже, импорта замещальная. Рассвоено более 2000 номинований всевозможных гидравлических узлов, агрегатов, систем, которые раньше нашим предприятиям, нашим флагманам приходилось покупать за рубежом. На предприемстве зараз працует больше за 800 человек. Сучастное обсталявание минимизует умешательство человека. Процессы максимально автоматизованы. Однако, по словам Марияны Щеткина, и скорочение колькости персоналу не будет. Рационные месяцы изъявятся за кошт поширения вытворчести. Однако и работникам треба будет поведать новым умовам. Высокотехнологичные операции требуют высококвалифицированных специалистов, подготовленных специалистов. И поэтому, конечно, сегодня каждый работник, который работает на данном станке, на данном оборудовании, он должен обладать высоким профессионализмом. Поэтому стремление учиться, иметь желание учиться и идти вперед – это обязательное условие для человека, который хочет развиваться, который хочет зарабатывать. За экранула Марияна Щеткина и вопрос о повышении пенсионного возраста. Сейчас эта тема выносится на огольное обмеркование. По словам министра, встречи на предприятиях позволяют доведаться об думках на этой конту и выслухать про пановы. Речь не идет о механическом повышении пенсионного возраста. Если мы хотим работать стабильно и мы хотим жить лучше и лучше и для наших детей, и для наших внуков, это видим, то, конечно, мы должны смотреть прежде всего этот показатель. У нас работающие люди сегодня содержат неработающих. Поэтому, естественно, нужно смотреть это соотношение. Оно не должно увеличиваться. Максим Савин, Вольга Вальченко, Михаил Рабко, Телерадио, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у «Гомель» отбылось добрышинное новогоднее свято. Гостями головной городской елки стали полтысячи детей. Меньшованные подарунки они отримали от старшини «Гомельского городского выконавшего комитета» Петра Кириченки. Какие сюрпризы подрихтовали организаторы для юных гомельчан, доведалась Ганна Ковалева. Не смотря на юный взрослый, эти дети уже достигли успеха. Одни являются кандидатами у маэстро спорта, что иншие доказали свое лидерство на концертных пляцуках Республиканского и Сусветного Узровня. В 2015 году многие из них стали переможцами Олимпиад, творчих конкурсов и спортивных споборництвов. Узнагороды за их працу напереды дни Нового года стало запрошение на свято, организованное Гомельским Гарвыконкамом. Я хочу пожелать всем гомельчанам, чтобы новый 2016 год был для нас успешным, для нас, для каждого и для Гомеля в целом, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы наши мечты, наши планы все были реализованы в следующем году. Ну, я всегда традиционно эти слова говорю, но это действительно тот праздник, теплый, добрый, который все любят. Действительно, мы какие-то итоги подводим и намечаем себе планы на будущее. Очень хочется, чтобы наши планы совпали с нашими возможностями в Новом году. С праздником вас, с наступающим Новым годом! В холле Городского центра культуры працевали интерактивные огольнявые пляцовки. Тут гости свято могли стать удельниками флешмоба, доведаться, как отначали Новый год наши прадки и научиться робить елочные цацки из соломки. Один же из новых пунктов селедней святочной программы – акция «Новый год у каждый дом». Эта акция проводится для детей, особенно для тех детей, которые не смогли в этот день попасть на этот праздник. И все подарки, которые они получат сегодня, это сделаны руками тоже самое детей. Вложена частичка праздника в каждое почтовое отправление. Уделу акции приняли все установы и адукации Гомеля. Сувенир, изрубленный своими руками, школьники накируют одногодкам, которые вымушены сустрелись в Новом году в больницах. А так само педагогам, которые находятся на заслуженном отпадшинку, ветеранам и одиноким пожилым людям. Акция стартовала еще полторы ты дни тому. За этот час было выраблено коля тысячу сувениров. Первая партия веншования уже накирована своим адресатам. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио «Компания Гомель». У рамках областного доброчинного проекта «От 6 сердца 2» 5 студене Телерадио «Компания Гомель» проведет телемарафон по сбору сродков на подарунки для молодых инвалидов. Все лета эта акция проходит под патронатом областного выконавшего комитета, а сирот ей организаторов, так само областная организация «Червоного окрыжа» и Гомельская епархия Белорусской православной церквы. Сегодня в регионе проживает коля 600 молодых людей с обмежеванными махчимостями. Олег Сентюроус устраился с некоторым из них. У адресни не от инших краин в Советском Союзе домы-интернаты размещали, звычайно, где-нибудь в лесе. И справа неужедания забеспечить хворым житё на чистом поветре. Головное – сховать инвалиду от громадства, бо усе повинны были быть здоровыми и пригожими. Нелегко сказать, что той стереотип у святости сучасных белорусов передолены полностью, а ли, относенные до людей с обмежеванными махчимостями, у громадства видовошно изменяются. И раносить специализованные установы у инши места сегодня никто, заразумело, не будет. За всё по финансовых причинах. А ли, проживающие тут инвалиды, за зачиненными дверями Бош не знаходится. Посещаем разные выставки, мы участвуем в разных мероприятиях, участвуем в конкурсах и среди молодёжи, и среди пожилых людей. То есть, ну, в основном ведут такой активный образ жизни. У администрации Дома-Интерната Васильевка подкресливаюсь инвалидность, мая на увазе обмежеванная физичная махчимостя, а ли, это не значит, что у таких людей нема творчих сдольностей. У гуртку умелые руки, кто вышиванием займается, кто выпаливанием подрыве, стены покоя, где проходят занятки, как музейная экспозиция на тему народной творчести. Работ, кажуть, могло бы быть и больше, а ли, значную участку подаровали. У нас есть папка «Наши успехи», и у нас места ребята занимали там и первые места по бисероплетению, по вышиванию и крестом. Так что у нас очень много работ, которой занимаются дети, которые мы куда-то выставляем. Дом-интернат Васильевка, размещенный у будинка, блогосанатория с одноименной назвой, а до Ягошу спадчину засталась и лечебная база с жамчужно-минеральными ваннами, кабинетами с пелиотерапией, теплолечением и массажем. У вогули нелько сказать, что проживающие в доме-интернате мают у нечем вельмежу значную потребу, а ли увага до их сбоку інших людей лишней не будем. А тому и решение проведения областной доброченной акции от чистого сердца тут исприняли становчим. До речи со 140 инвалидов Васильевки, 40 относятся до категории молодых. 24-х годовый Александр Явсеенко трапил сюда после заканчения реческой школы-интерната. Работники установы называют его артистом. Хлопец доброспевая и про мое удел во всех театральных постановках. У УГТ перед новогодние дни репетиции каждый день. Вельм уже хочется порадовать своих сябров. Собираемся очень часто, потому что времени так уже и осталось немного. Нужно все успеть. Поздравить всех с Новым годом, как обычно. У меня, как я к Новому году и готовлюсь, я всегда довольствую, что Новый год – это для меня радость. На Гомельшину вернулась зима. По прогнозам синоптика, температура будет понижаться на протягу сего ты дня. Завтра шагается 4-градусный мороз, переменная воблашность без опадков. У нашей слубки термометра опустятся до минус 7. Подобный характер на дворья захавается и в наступные дни. У день 31-го снежня прогнозуется до 10-ти градусов мороза. До 1-го студента температура поветра протягнет снижаться. И до вечера складе минус 14. А кроме того, Гомельскую область снова накрыет снегопад. Прогнозуется дальнейшее увеличение морозов. Слубки термометра у 2-го и 3-го студента в день могут опуститься до минус 17. У нашей местами по области будет до минус 22. Новые регионы, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усего вам доброго и до встречи у эфира.